Вот, ну я вот хотел вам прямо сказать, что у нас не комната смеха, не комедик, клап, ну и не стенок мать, у нас там и смех, и слезы, и любви. Ну а сегодня, давайте будем чем-то смеяться, больше чем плакать, смеяться, сквозь слезы. Ну и о любви, конечно, поговорим и попоем. Да, мы выражаем, конечно, благодарность администрации, библиотеки Московского района, свершенной Надеждой Александровной, директору, за то, что предоставляет пространство и время. У меня такое есть психотворение. Дреки комического поэта ждет системная удача, если он на сцене и в жизни въезжает в сверхзадачу. И в элегантном дрескоде от Versace отрабатывает сквозное действие во вселенной, в Алькове и на даче. Это романс на сети Аполлому Григорьеву, который сочинил в свое время две гитары, раз в стену. Здорово. Вы рождены меня терзать, И в темноте играть слова. И в темноте играть слова. Вы рождены меня терзать, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Компанёй, весёлый, весёлый Звучит музыка Компанёй, весёлый, весёлый Звучит музыка Ну вот с Натальей прибываешь, но мы с ней постоянно бываем на Донбассе, на передовой, в окопах, в линдажах. Молодая девица, девятнадцать лет, не боится ничего. И вот так, несмотря на видео и на ребят, там находящиеся, когда у меня два таких четверостища почему-то так нахлынуло из прошлого моего футбольника стихов. И это я забыл писать, что членцы и писатели России. Все кричат, что они убийцы, убийцы. И русские убийцы. А те же украинцы убийцы. А это же одни и те же русские. А ты, Родина, помнишь когда-то? Не зная покоя, не ведая страх. Вот там не рванули ребята, погибли уж все по глазам. Там давно погремели бои, а такого остался лишь след. Это горькая память войны, это горькая память побед. В споре плачет старушка седая, оброняя слезу на крови. Где суровая надпись простая, всем гласит, что никто не забыт. Вот салюта слышны канонады, словно выстрел в нее из ружья. Только шума сейчас бы не надо, здесь уснули ее сыновья. Где Алеша, где Миша, где Коля, ваши души давно в небесах. Ей до смерти ходить с этой болью, сединой под плотком на песках. Поставили совсем ветераны, посидели пески от носки. И гудят по ночам ваши раны, разрывая сердца на куски. А во сне вам снится вновь командир о приказках на бан. И опять по телам льется кровь, возвращая вас в юность назад. Не по телу мы часто ворчим, не хотим мы понять вас порой. Но сейчас мы, друзья, помолчим, запущенной вниз головой. Но сейчас мы, друзья, помолчим, запущенной вниз головой. Объянела русская дорога, за верстой летит версток. Прожила и прожила немного, уколила очень суета. А сосенки, словно как сестренки, наглоивши смотрят на меня. Не грустите вы, мои девчонки, очерняя скупкой краску дырят. Как на крыльях хочется светнуться, да на небо из-за облака. И лететь бы так, чтоб не проснуться, да пока рукой из-за века. Как на крыльях хочется светнуть, да на небо из-за облака. И лететь бы так, чтоб не проснуться, да пока рукой из-за века. Как за сына, чтоб ты возгордилась, за меня Россия-мать. Чтоб прощенье мне в твоем приснилось, приняла меня к себе опять. По плыву, по матушке, по Волге, по просторам я пройдусь родным. Бесконечно, путь мой будет долгим. По двоим окраям святым, захлебнувшись ветром. Буду мчаться я на крыльях, и резко скалькунов. Не переставаю удивляться красотой и землю. Как на крыльях хочется светнуться, да на небо из-за облака. И лететь бы так, чтоб не проснуться, помогать рукой из-за века. Как на крыльях лучше с ветром получаться, я на крыльях и резко скалькунов. Не переставаю удивляться красотой и зеленью. Как на крыльях хочется светнуться, да на небо из-за облака. И лететь бы так, чтоб не проснуться, помогать рукой издалека. И вот, значит, по окончании я уже вхожу в молодой. Играл в дипломных спектаклях все главные роли. Вхожу к режиссеру. Это, ну, будет так и так, то-то, то-то, добрый день, две удары, да. Режиссер говорит, ну, конечно, мечтаете о Гамлите, Часково, князе Мышкине, Феде Протасове. Я говорю, да, ваши мечты сбудутся, но начать придется с более скромных ролей. С коровы в детском спектакле. Простите, говорю, так что же, я буду коровой? Ну, да не пугайтесь, военную друг, не пугайтесь. Коровы играют вдвоем, а то и втроем. Так что на вас падает только часть коровы. Если так выразиться, филейно. Точнее, задние ноги. Ну, естественно, я был комсомольцем. В молодой комсомольской организации театра. И говорил, да хоть будешь передние дали. Он говорит, раскатал губу. Передние слишком ответственная роль для новичка. Передние первыми входят без сцену и очарчивают образ. Ну, снова приступайте к репетиции. Вам поможет Алексей Николаевич такой-то. Такой-то ослуженный артист, между прочим. Сыгравший задние ноги в двадцати четырех сезонах. Ну, сейчас у него приступ к полиартерии. Да и он утратил способность двигаться. Я вхожу к Алексею. Он говорит, ну что ж, молодой человек. Я тоже мечтал о гамблите в чашском отеле. Перепростации. Но с годами понял подвидное богатство чувств и мысли в задних коровьих ногах. Расскажу вам все, что накопил. Но этого мало. Поезжайте, мой юный друг, на село. А я же был пастухом, чего мне поезжать на село. Ну, что мне было делать? Значит, беру. Берем был такой. Мне выписывают командировку в подмосковный совхоз Кратова. Там, по-моему, рубль тридцать, по-моему, были суточные. На десять дней. Это сейчас уже выпускают студенты. Уже выходят и умеют все. А у нас тогда было вот так. Очень длительная была подготовка к спектаклю. Это сейчас, за неделю. И в антрепризе уже два известных имени сверкают по всей стране. Короче говоря, проволынил я там, приезжаю. Научился, естественно, бегать на четыре. Показываем, говорит, все, отлично. Техника у вас есть. Теперь займемся ролью. По Станиславскому, какова ваша сверхзадача? Как сказать, зерно ролит? Я говорю, ну, какая сверхзадача? Ну, следить за передними ногами, куда они туда и я. И все. И споткнуться. Да. Я говорю, ну, дальше начинаю слышать. Ну, любите. Там же пиво вожак. Там непростая пиво. Да думай же, думай. И я ряпнул как пиво вожаком самого. Жить и служить передним ножам коровы так, чтобы ее задние ноги, передние ноги были спокойны за свои тылами. Ну, примерно так. Ну, вот, вот, уже горячее, уже горячее. Но это не все. Он накладывается мне. Я вам помогу. Он потом говорит, мой юный друг. Сверхзадача состоит в том, что задние ноги в глубине души мечтают стать передними. Он говорит, да, они мечтают быть безедними, понимая, что это неосуществимо. Вот где их драма, вот характер, вот где роль взрывается изнутри. Я говорю, все, понял, взорву. И вот, значит, реплика Маши, это по сказке про штука, играет тоже знакомая, кричит. Бульонушка, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Мы выползаем на зов. Значит, вот идет первым. И я иду первым. Вторым идет не так, а вот так. Ну, подержи почку. Я, значит, партнер зашипел, я его леганул. Он меня покрыл русский крепко. И я, считая себя передними ногами, разрываясь. Значит, он идет сюда, голова, а я схвасом иду направо. Вы вопросите, что творится с зрительным залом. Задние ряды, это в десять часов утра, и люди кинулись на сцене. На сцену полетели в нас яблоки, конфеты. Все только не полетело. Короче говоря, оглушительный смех, аплодисменты. А это уже был финал спектакля. Короче говоря, после спектакля, конечно, идет художественный совет. Сейчас уже этих советов нет, а сейчас тогда были советы. Все, говорят, обсуждает роль каждого, тем более начинающего, молодого актера. Короче говоря, меня разнесли в пух и в прах. Но я знал, что меня все равно не уволят. У меня была пятерка по мастерству актера. А нужно было отработать в одном театре три года. Нас обязаны держать три года. Ну ладно, выговор там будет что-то такое. Короче говоря, костерили меня, лупили. И вдруг Грижан говорит, да, стоп. А мне вот нравится этот дерзкий юноша. 24 сезона задние ноги игрались так, а он вот что учудил. Нарушил этику театральную, но сделал что-то такое, что ах. Короче говоря, и теперь я думаю дать ему роль Филина. Молодой человек, вот эту роль играет народная союза. Не всегда, но он назвал фамилию, не буду называть ее. Филином экономиками сейчас у него не смыкание в связах. И неубедительно звучит ее очень значимая в контексте спектакля фраза — «Схуду-уу! Берите юношу от Филина и взрывайте его». Я говорю, взорву. Тем более, говорю, сверхзадача… У меня уже из нас, папку сразу… Филин называет себя не Филином … А Зверем Горынычем, у него не одна голова, а три. Ну и на дуэк, они становятся разбойником. И перед тем, как высказать свое отношение к жителям этой поляны, он поет такую песню. Улетаю от вас за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Эта песня была очень здоровая. Вот так началась моя работа в профессиональном театре. Если б знала ты, как ты любима, Как я весь переполнен тобой, В мою жизнь ты вошла песней зримой, Осветив небеса над облой. В этот мир ты явилась однажды Сотворенной из сказочных слов, Чтобы я с неуёмною жаждой Мог испить неземную любовь. Дорога Ты явилась светеньем чудесным, Чтобы душу мою озарить, Чтобы лились без устали песни, Чтобы мог я их небу дарить. Без тебя на земле совершенства Никогда бы уж я не узнал, А за муки свои и блаженства Я вина поднимаю в бокал. Без тебя на земле совершенства Никогда бы уж я не узнал, А за муки свои и блаженства Я вина поднимаю в бокал.